То, что Марко Феррери говорит об обществе, о том, как устроен социальный феномен любой человек, это как никогда актуально именно сейчас, потому что, возьмите даже это интервью, о роли новых технологий, о том, что дают новые направления, об этом мы говорим каждый раз, с каждым удобным случаем вспоминаем. Но вот есть некоторые вещи, которые не стареют только потому, что они абсолютно гениальны, оригинальны, как кинематограф Марко Феррери. Давайте посмотрим на некую связь его картин с тем, что я обращаюсь к тому идеальному зрителю, и который хотя бы в прошлом сезоне видел, репертуар киноклуба, и видел несколько фильмов Феррери, которые я показал. Это «Лиза», помните, может быть, с Катрин Данев, Марчелло Мастрояни, или «Я тебя люблю» с Кристофером Ламбером. Эти картины выстраиваются, даже вот эти вот всего-навсего три, получается, просмотренные фильма, в такую цепочку смысловую. И хороший совет вообще для того, чтобы понимать кино, все воспринимать в такой взаимосвязи и серийно. Когда смотришь один фильм Марко Феррери, конечно, он не так понятен. Но когда посмотрел всю серию целиком, тогда понятны и контекст, и финал, и многие важные, очень интегральные темы. Ну вот, например, финал. Как его понять, что это такое? Может быть, это реклама, потому что явно приклеенный солнечный круг, диск какого не бывает, и он сделан намеренно, кажется, олиповато так, чтобы на крупном плане у зрителей, которые в кинотеатрах, ведь смотрели не на айфонах этот фильм, было сразу ощущение того, что режиссер какую-то хитрость делает. Или, если вы смотрели, опять же, вот тот самый фильм, который я показывал «Я тебя люблю», там точно такой же финал. Там герой тоже бросает все, и прямо на мотоцикле влетает в морскую волну, тоже стремясь куда-то туда, навстречу кораблю. Только там он тонет. И та же самая романтическая иллюзия его никак не спасает. Или взять фильм «Лиза», там тоже, конечно, такой же контраст между цивилизацией и природой. Или даже именно техногенной цивилизацией, уничтожающей все живое, и вот таким оставшимся первозданным раем, как здесь туземные красотки, таити, которые, может быть, существуют только в воображении. Поэтому контрасты, контексты, вот такие интегральные темы для Марка Феррери это очень понятно, чтобы связывать все фильмы в одну такую целую картину общества. Вот по этой картине общества давайте быстренько и пробежимся. Я всегда стараюсь все-таки держаться ближе к тексту с такими универсальными наблюдениями, не слишком злоупотреблять, не слишком с ними связываться. Но вспомните самую первую фразу, которую в этой картине слышали. Он на работе, и причем эти сцены, они вынесены в пространство фильма до титров. И там на работе он как инженер, который занимается вот такими охранными технологиями, маски защитные, помните, он и дома этим занимается, потом он порвет свой очередной эскиз. Это будет один из знаков разрыва со всей прошлой жизнью. Вот там он как раз разговаривает об этой маске, как работает твоя маска, посмотри. Ну, наверное, это такая вообще социальная маска, потому что общество и человек, и их нелегкие взаимоотношения – это главная для Марка Феррери и самая злободневная тема. Понятно, что общество человека прессует, делает из него такой же винтик и заготовку, как там на конвейере. Понятно, что человек в меру сил этому сопротивляется. И вот даже там, в этой сцене, на заводе, еще до титров, вы слышите текст, очень похожий на одномерного человека, о необходимости носить эту маску, о такой принудительной социализации, о том, что человек – это тоже жертва индустрии. И помните о том, что внутренний мир – это вот такое приспособление к внешнему миру. То есть внешний мир буквально вторгается на нашу интимную территорию и делает даже наше воображение частью такого бизнеса. Поэтому вот эти проблемы уже с самого начала фильма звучат, и дальше нам их постоянно подсказывает то радиоприемник, то телеэкран. И вот такие обрывки фраз, которые отовсюду возникают, они тоже сплетаются в целостный сюжет. Ну вот помните, что действие происходит, предположительно, мне кажется, в пятницу, потому что следующий день какой-то очень праздный. И, наверное, это вот такая типичная пятница для офисного служащего, для которого это вот забег в ширину. Наконец-то я отдохнул за неделю. Такой феномен нетерпения. Быстрее к новой жизни этой жизни только несколько часов. И поэтому вот тоже еще один из контрастов у Феррери между жизнью внутри механизма, который тебя всячески прессует, и жизнью в оставшиеся свободные часы-минуты, только будут ли они в этом фильме свободными. Герой возвращается домой. Вот как раз он из этого конвейера или из-под этого пресса выходит. Но там, несмотря на то, что у него завидная буржуазная квартирка, и все, наверное, для того времени, по крайней мере, атрибуты роскоши, мы видим, что вот этот конвейер, отчуждение, такой холод внутренний, он продолжает присутствовать. Ну, странно, что жена, которая, как мы понимаем из контекста потом, судя по просмотренным пленкам, давным-давно с ним уже, и их отношения дошли до крайней степени истеричности, взаимного отчуждения, жена даже не удосужилась догадаться приготовить тот ужин, который он ест. И поэтому вот это вот дурацкое желе, или это, наверное, какое-то вегетарианское блюдо, которое для него, такого плотоядного настоящего мужчины, совершенно, конечно, неправильный корм, ну, тоже и со служанкой, помните, она возвращается довольно поздно, тоже отправляется сразу болтать или спать, и поэтому он снова предоставлен самому себе, и вот в этом доме, оказывается, он такой же совершенно одинокий человек. И те песни, которые звучат по радио, снова об этом же самом. Помните, одна из эстрадных песенок, это на тему, что я стремлюсь к другим, но с другими я тоже одинок. Это вот такая, конечно же, тоже позиция, положение героя. Жена героя. Типичная домохозяйка. Такая, вроде бы, завидная жена, а с другой стороны, завидовать-то, если посмотреть, ей нечему. Обычная крашеная блондинка, которая когда-то, возможно, хотя бы антураж имела интересный, но теперь, как мы видим, это тоже просто объект. Ее единственный крупный план, это вот такое сонное лицо, отсутствующее. Дальше она просто превращается в вещь, никакой роли в фильме уже не играет. Мы только тоже догадываемся по вот этим обрывкам из материалов, которые нам подбрасывает герой и режиссер, что она такое. Ну вот, домохозяйка, собственно говоря, этим все сказано, потому что это еще одна интересная социальная тема, почему в нашем обществе есть люди, которые вообще освобождены от не только каких-то социальных обязанностей, но вообще от жизни настоящей. Для них вся жизнь только заключается в домашних стеночках. И поэтому это вот интересный феномен. Для домохозяйки сериалы, для домохозяйки есть журналы, для них есть целая субкультура, у них особенный стиль мышления, как у жен футболистов, например. И поэтому тут такие отсылочки в глубину, как в каждом кадре этого фильма. Любой сюжет, который мы слышим, который звучит по радио или он подсматривает на телеэкране, он тоже такая гиперссылочка куда-то в глубину. Ну вот, помните, например, песни про то, что будет на закате, про такую тоже какую-то спасительную иллюзию, когда человек сбежит от всякой суеты. Или песенка «Мы подходим к окну, чтобы нас увидели, там по телевизору девушки говорят». А потом звучит песенка о том, что везде я предпочитаю свою свободу, я хотел бы остаться с тобой, но с тобой мне душно, я умираю. Я снова свободу, дескать, хочу. Ну, у Жанна Поля Сартера «Бытие и ничто» — это целая большая глава тоже, которая так мысленно, что ли, можно отослать и отсылает герой этого фильма о том, в чем состоит один из парадоксов совместной жизни. Каждый пытается захватить свободу другого, как воздух, которым чистым воздухом можно дышать, но поглощает, уничтожает, правда, делает удушье из совместной жизни. И дальше что-то новое снова, где-то там на горизонте, независимое, свободное, и начинает искать. И поэтому парадокс совместной жизни как раз в том, что мы друг другу свою свободу не дарим, а просто вот так поглощаем, выедаем и уничтожаем. И доходим до того, что человек, которого мы считаем любимым, в действительности наш злейший враг, наш злейший враг. И вот, наверное, примерно такие же отношения с женой. Ну, другие песенки, их со второй половины фильма переводчик уже устает переводить, потому что они тоже все важные, все в тему. Однако вот если вот попробовать мысленно установить такую структурную сеточку абсолютно всех тем, которые в картине звучат, то они о целом обществе нет, наверное, ни одной грани, которая была бы вот даже таким маленьким фильмом не охвачена. Револьвер. Револьвер тоже, конечно, такой классический прием, чеховский. Револьвер, который обязательно выстрелит в завернутую, мы помним, газету с сообщением о смерти Джона Диллинджера, врага общества номер один. Название фильма прямо нам говорит о том, что это такая подсказка номер один в том числе. Ну вот, враг общества номер один. И тут, помните, идут документальные кадры, которые где-то, наверное, в воображении героя уже идут, потому что здесь как раз картинки, поясняющие вот этого экрана, физического экрана, нет. Дальше эта история повторится, помните, скажем, с кадром пальцев, которые на экране черно-белые танцующие пальцы, но мы их видим цветными, но только мы их видим вместе с героем. То есть, скорее всего, мы уже здесь полностью перемещаемся в воображение героя, и объективная реальность куда-то уплывает. Так вот, эти сцены с револьвером и отсылка к Джону Диллинджеру, это вот, конечно, тот самый главный выбор, который с парадоксом свободы связан напрямую. Все хорошо там дома, вот в этом буржуазном кругу, в этом интерьере, с этим уровнем дохода. И тем не менее, мы видим, что герою совершенно невозможно, нетерпимо. Он ощущает себя в маске, он ощущает вот это вот постоянное удушье. И поэтому, когда случайно находится в таком скелете шкафу, в шкафчике револьвер, понятно, что он сыграет свою роль, только должен быть выкрашен в красный цвет. Это 60-е на дворе, 68-й, это хиппи, это контр-культура. И поэтому вот этот красный, красный именно револьвер, только такой, знаете, с апграйтом, белыми пятнышками мухоморными, это, конечно, тоже важный символ, который надо правильно прочесть. На кого направлен будет этот ствол? Он несколько раз прицеливается, помните, репетирует сначала собственную смерть перед зеркалом, потом целится, предположительно, в те картинки, которые повесила над их супружеской кроватью жена. Вот, кстати, тоже такой конфликт вкусов, конфликт просто двух систем мировоззрения, наверное, очевидно. Что-то в этом доме сделал и повесил он, а что-то вот как раз совершенно безвкусное разместила жена, и поэтому он тоже целится вот в такие вещи, которые он ненавидит, но он вынужден все время их терпеть. Какая-то часть этого пространства, общежития совместного, она тоже похищена и спрессована. Тот, кто считает себя совершенным гуманистом и полагает, что нельзя убивать женщин, женщин даже на экране, несмотря на то, что, помните, всегда совет Гадары, это не кровь, это что-то красное в кино, это фантазия. Возможно, вообще где-то со второй половины фильма, или, по крайней мере, с последней, третьей мы уже находимся внутри этой фантазии, поэтому и финал такой мультипликационный. Поэтому вот эти вот пальцы, которые становятся цветными, и еще несколько сцен, которые как будто бы необъективны, которые только в фантазии героя могут существовать. Вот это уже подсказка, что, возможно, даже и не было этого финала, уж как-то слишком все очень идилически сложилось. Он бросается в море, там находит корабль, корабль идет на Таити. Корабль не просто, помните, попался, а там еще и освободилось место Кока, а его талант, это талант как раз Кока, повара. И тоже, кстати говоря, один из конфликтов. Он работает не там, где он, наверное, хотел бы приложить свои силы, и поэтому тоже должен встраиваться в систему за счет какой-то потери качества. И вот все как-то с этим кораблем очень картиночно, открыточно. Расскажу историю, которая мне всегда напоминает. Финал этого фильма Терри Гильм, режиссер лучшей антиутопии в истории кино в Бразилии, рассказал, что вот он точно принял решение уехать из Соединенных Штатов, потому что однажды поймал себя на мысли такой. Он прогуливался где-то по побережью, тоже, наверное, было заходящее солнце розовое. Навстречу шли какие-то женские фигуры, где-то, тем более, если они далеко были, очень красивые, симпатичные. И все было так, как в рекламном ролике. Он поймал себя на мысли, сказал себе Гильм. Я считаю, что это красиво, потому что это красиво, или потому что я обсмотрелся рекламы. Вот когда он понял, что реклама сама становится частью его внутреннего мира, что Америка сама реклама, вот тогда он принял это решение судьбоносно уехать. Поэтому здесь финал тоже такой двойственный. В действительности он совершает такой акт трансгрессии, как плату за постоянную депрессию, которой мы расплачиваемся за пребывание в этом обществе. Или это тоже побег в его воображении, вот это вот красное, розовое, анимационное, это вот такое намеренное все, говорит нам о том, что герой сам себя только обманывает. Ну вот если снова построить цепочку взаимосвязей, и хотя бы фильм «Я тебя люблю» сюда мысленно приплюсовать и другие картины, а вот такой Робин Занади о мечте Жанна Жака Руссо, о том, как можно вернуться к естественному состоянию, то, пожалуй, что Марко Феррери все-таки скорее пессимист и скептик глубочайший. Он не верит, что эта цивилизация исправима. Он может просто холоднокровно описывать ее текущее состояние. Так что для меня Марко Феррери это режиссер, которого можно в полном смысле назвать кинофилософом. Каждая его картина рисует очень важное, очень такое серьезное явление социальное, в котором мы погрязли. Каждая из его картин при этом она еще о глубине человеческой, потому что, несмотря на то, что мы индустриальные субъекты и шестеренки механизма, все-таки у нас есть чувства, однако эти чувства тоже в матрице находятся. Тот, кого мы любим, то, что мы по-настоящему ценим, часто это всего-навсего тоже такая часть системы. И фильмы о Феррери тоже об этом. Поэтому они не стареют, поэтому рисуя социальную матрицу, только без спецэффектов, без драг в стиле кунг-фу, Марко Феррери поступает гораздо более актуально. Он не развлекает нас, он нам показывает, как мы устроены. Револьвер такой стильный, и то, что револьвер, кстати говоря, не только из газеты с заголовком про Джона Диллинджера извлекается, а помните, еще там был крестик, распятие, крестик злаченый. Так это вообще, по-моему, формула современной культуры. Пистолет плюс крестик. Милосердие. Сначала, например, бомбим, потом сбрасываем пакеты с необходимым для перевязок. И поэтому это вот такой символ того, как мы в действительности выстроили цивилизацию. Она одновременно репрессивная и в то же самое время постоянно заигрывает с нами на тему ее гуманизма и того, как она о правах человека, о самом человеке заботится. Поэтому у Гунеля такая вот была гениальная метафора в фильме Веридиана, вообще ножичек в виде распятия. Это, кстати, стало главным предметом для его дела в церковном суде заочном. И поэтому его анафиматствовали. И даже не столько за сцену с бродягами в виде «Тайны вечерей», а вот именно за этот ножичек распятия. Поэтому здесь тоже такой револьвер и в то же самое время крестичек револьвер, но очень веселенький. Револьвер, которым убивает, но в то же самое время он, правда, в каком-то смысле избавляет от тупости, от беспросветного существования. Владимир Сергеевич Соловьев в одной из работ говорится на тему бессмертия, что бессмертие тоже разным может быть. Представьте себе, говорит Владимир Сергеевич Соловьев, бессмертие светской дамы или спортсмена. То есть для него это эмблема полной абсолютной тупости, такого адского как раз варианта бессмертия, сизифового заклятия. Поэтому вот эту женщину он, собственно, избавил от ее истерик, от ее претензий, от ее бессмысленности. Годом ранее был снят фильм «Персона», помните, Бергмана, а здесь вот эти вот пасы руками по экрану, ну как-то вот нас отсылают, по-моему, к знаменитому кадру. И поэтому «Персона» и там, и здесь она вот как раз предмет для исследования. То есть что нас персонализирует, что нас деперсонализирует. А иногда сама «Персона» — это конструкт. Помните здесь фоновый разговор в телевизоре, когда маленькие девочки там 14-16 лет пробуют косметику, мама запретила, но как же их остановить? И вот мы видим уже готовых сформировавшихся женских субъектов, которые там уже с 10, даже раньше сейчас, наверное, с ускоренной акселерацией лет, они полностью готовы к ношению всего, что атрибутирует современную женщину. То есть такая сконструированная женственность. Та, которая в мужской или в такой просто культурной доминанте считается образцовой. Поэтому маленькая-то она маленькая, но с ней уже ничего не будет. Она уже в 8 лет или в 10 лет полностью сформирована. И поэтому «Персона» — это тоже такой конструкт. Вот в чем проблема. По-гречески, как мы помним, этимология этого слова — «персонум» — через звук. Это раструб, часть маски, через которую актер в греческом театре озвучивал текст. И поэтому, собственно, по-латыни «Персона» — это вообще не личность. Это как раз просто такой рупор для воли богов. Это просто ретранслятор чужой воли. И поэтому здесь вот тоже исследование этой персональности, личности, субъективности, того, что в ней фальшиво, а что принадлежит тебе самому, это главная тема. И оказывается, собственно, это старый философский совет, что для того, чтобы стать самим собой, нужно решиться на крайние меры всегда, на такой акт трансгрессии настоящий. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok